вернемся к вопросу фьючеров и промисов так кто-то помнит или помнит что такое фьючер ну да а вот применительно к этим там технологиям программирования ну мне кажется это какой-то там из первых лекций по другому предмету рассказывал я ладно у нас там были в java executor сервисы мы в них садмитили таски они нам возвращали фьючер нежели такого не было может открыть или написать так наверно здесь можно писать на джаве как-нибудь взять создать джавовский файлик у нас были экзекьюторсы ну и создавали трэдпул какой-нибудь не знаю и потом мы в этот трэдпул давали таски ну чё-нибудь типа того какой-нибудь таск чё-то такое было кто-нибудь понимает что здесь происходит можно даже вот так чтобы года было меньше ну чё-то давно города где-то там начале семестр через происходит чат за объект чисто может сделать потоки у нас как бы уже создана него хранятся в нашем executor сервисе там сколько-то потоков в данном случае один ну можно сделать много фикси трэдпул вот у нас пусть 10 потоков дальше мы чё-то с ними делаем да делаем садник английский кто-нибудь знает ладно английский еще больше пугает это к чё ну просто даже очень даже не знает джаву вообще мне кажется так можно понять что здесь происходит у нас есть трэдпотоков и мы чё-то с ним сделали чего еще можно сделать сторонам потоков ну смысле запустить что значит запустить поток но это там вот да мы собственно и сделали мы туда отправили да мы закинем его расчет 2 плюс 2 2 плюс 2 конечно в отдельном потоке считать не обязательно можно было в том же но мы можем там большую цикл сделать неважно ну потоку не знаю что значит выполнится поток потоков задача которым мы передали потоку да да фьючер это что-то что хранится задачу которая вернет там в смысле результаты той задачи которая сделается поскольку когда сделается мы не знаем то фьючер как бы хранит но они сразу хранится типа в будущем ну у нас не так что прям очень много вариантов как к нему обратиться то есть мы к нему обратимся там с вопросом если результат то он нам скажет есть или нет результат как бы еще нету вот если мы и запросим результат да вот методом get то соответственно он заблокирует текущий поток пока результат не будет получен вот но в целом мы можем по крайней мере вот здесь вот вот в этом куске кода мы можем делать чё-то параллельно с вот этой задачи потом когда нам результат аппарата есть мы можем их получить вот начать у кого-нибудь еще всплывают какие-нибудь воспоминания ну нет я просто то же самое хотел рассказывать на публике к лажуре ну как бы чтобы вспомнить аналогию но тут выясняется что аналогию то и не очень-то получается провести ну окей вот еще там был комплит и был фьючер да на самом деле у этой у этой штуки есть большая проблема но то что он блокирует поток ну то есть не так что это прям уж очень большая проблема но с учетом того о чем мы говорили на протяжении предыдущих трех лекций если помнить то все-таки это проблема потому что потоки лучше не блокировать вот поэтому там восьмой java завезли совершенно монстрозную вещь под названием комплитабл фьючер вот ее можно просто создавать и вручную комплитить но самое важное что у нее можно подписываться на какие-то события ну то есть типа там есть комбит зен асепт так далее так далее то есть какие-то функции которая выполнится синхронно в момент когда основная таска будет завершена комплитабл фьючер в этом смысле ну такой более настраиваем их там можно склеивать там например сделать фьючер который выполнится когда все остальные фьючеры выполнятся ну или что-нибудь такое вот можно запускать какую-нибудь таску через supply sync передавая ей собственно таску и экзекьютор вот так можно получить более продвинутые фьючеры которые умеют склеиваться и у которых есть возможность подписаться на их результат тот же в скрипте писал когда-нибудь с промисами ну ладно тогда как бы вот но собственно компьютеры фьючер тоже можно сделать get и тогда он будет вести себя как обычный фьючер но комплитабл фьючеров они круче потому что они больше всякого интересного если мы знаем детка он все равно блокирует поток за исключением форм джойн пулов в которых он ну блокирует но не по-настоящему но зато можем не вызывать то есть в случае с обычным фьючер мы на самом деле ничего кроме кузу дед не можем мы только где-то тут больше собственно функции то сутки нет вот а у компьютерного фьючера функции очень много он задачи до завершение задачи но тут их можно очень много все интересно сделать можно склеивать их с другими все с этими фьючерами да тут очень очень много всякого него правда очень не нравится их название они какие-то совершенно непонятные чем они отличаются от асепт но фишка в том что вы можете применить задачи получить новый фьючер но это как бы может даже немножко обсуждали но но мы возвращаемся в плажу вот в плажу тоже есть фьючер собственно есть функция фьючер в которой вы можете тоже сделать какую-нибудь операцию вот ну правда он еще до момента вывода успел ее посчитать но мы можем сделать как-нибудь чтобы это было чуть-чуть помедленнее вот тогда у нас на данный момент задачи нет вот но мы можем соответственно это присвоить какой-нибудь переменной да что ж так вот ну чё то такое вот то есть у нас мы с самого начала получили f а потом через три секунды ну в смысле через секунды получили собственно его значение так собственно вот это собачка это операция dereference который мы уже прошлый раз упоминали если вдруг кто запомнил кого-то она напрягает ну да там разворачивала вложенный список нет ну короче в макросах это отдельная тема и она там стиле было это на самом деле про матросы мы можем пока забыть потому что но мы как бы хорошо знаем что не существует то скорее всего писать нам их особо самим не придется поэтому эту часть склажера можем пока особо не подгружать свой мозг а вот собачка как dereference это не надо помнить собственно dereference это аналог операции едет в ну в джаве которым только что видите да он тоже платирующий вот это как бы примерно одно и то же ну можем знаю какой-нибудь там еще примерчик он меня тут пример был с каким-то там длинным вычислением где фан лонг сам раскладывал бачесла дальше а дальше есть прекрасная функция тайм которая позволяет вам посмотреть сколько времени выполнял следующие выражение и дальше мы считаем сумму нескольких ну а давайте икс Ну чё, как считаете, сколько времени будет выполняться эта операция? Ещё какие мнения? Нет, ну сейчас она, конечно, выполнится за 6 секунд, потому что с чего бы ей выполниться не за 6 секунд, потому что, ну, у нас тут нет никакой многопоточности, у нас есть 3 операции, кажись, которая занимает 3 секунды, и вот, как бы, такой результат. Окей, а если мы возьмём и... и продём вот это вот, на самом деле, вот эту красную штуку, как фьючер. От 2 до 6. От 2 до 6? А почему до 6? Малый числ учится, как из-за... Нет, ну мало ли что случится, может и 10 выполняться, мало ли что случится, как бы... Компьютер зависнет, оперативной памяти не хватит. А то, может, и вообще не выполнится. Ничего не бывает. Но фьючер у тебя какое-то значение? Фьючер запускает асинхронно переданный ему код, собственно, как вот здесь, вот, и возвращает объект типа фьючер, вот, который надо, кстати, дереферить. Я что-то это не написал. Три асинхронных потока? У вас, по сути, будет три асинхронных потока. Ну, не та, что прям мощь асинхронных, но да. Понятно, что здесь происходит? Ну, на самом деле, вещь довольно бестолковая, но как-то так работает. Есть тоже аналог фьючера, это промис. На самом деле, не могу сказать, что я хорошо понимаю терминологическую разницу между фьючером и промисом. Мне кажется, что все эти... что очень многие разработчики всех этих библиотек, фреймворков и так далее, и так далее, эти слова часто взаимозаменяют. То есть, в одном языке это называется фьючером, в другом называется промисом. В другом языке есть фьючеры и промисы отдельно, и они там чем-то друг от друга немножечко отличаются. Ну, вот, например, мне больше всего нравится, когда это сделано в Скайе, там фьючер – это что-то, из чего можно читать значение, а промис – это то, во что вы записываете значение. Но, везде, во всем остальном мире это совершенно не так. Вот. в клажуре, соответственно, фьючер – это функция, которая запускает ассифронные вычисления в отдельном потоке, а промис – это просто некоторый объект, типа, как комплитабл фьючер, который сам по себе ничего нигде не запускает, просто в него можно из одного потока записать значение, а из другого прочитать. И вот тот другой будет ждать, пока, собственно, первый не запишет какое-то значение. Вот. Ну, то есть, вот, например, если там использовать вот этот же наш long sum, то можно объявить сам начало промис. Так. Ничего тут особо не запускать. А, мы можем запустить это в отдельном трейде. Ну, то есть, теперь, то есть, если фьючер сам по себе запускал что-то в отдельном трейде, то промис ничего нигде не запускает, поэтому, если мы хотим, чтобы кто-то нам этот промис запомнил, ну, мы должны кого-то об этом попросить. Ну, например, сами создать ручками отдельный трейд. Вот. Вот мы создали трейд, вот мы передали в него некоторую синхронную операцию. Значит, если мы хотим в промис записать значение, для этого используется функция deliver. Да, еще трейд надо не забывать запускать. Так, все поняли, что написано в этой прекрасной строчке? Да? И то, что у нас вот тут точка сначала, тут точка в конце, это там никого не напрягает. Ну, нет, это просто соглашение у клажуры для вызова джавовских функций. То есть, если это конструктор, то он вызывается с точкой в конце. Трэд это конструктор. Да? Да, это он просто вверх, это не развивающийся. В смысле, вверх. Ну, вот мы создали объект трэд, в котором мы передали функцию, мы запустили, потом мы запустили старт. То есть, старт это просто функция, которая вызовется вот у этого объекта. Вот. Ну, поскольку в джаве она написалась, да, а точка старт, ну, в клажуре, поскольку у нас какая-то префиксная нотация, то вот она пишется со стартом в начале. Вот. И если мы теперь это запустили, вот, ну, то мы можем потом значение из этого промиса получить. Ну, вот. Через 2 секунды мы получили, что P равно 4. Ну, в смысле, разминованное P. А нилы это вот? А нилы это результат вот этой операции и, наверное, еще какой-нибудь. Ну, то есть, а у дэф, и 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 у дэф. А нилы это? не вот результат вот этой операции, а результат принтелана. То есть, принтелан тоже? Принтелан тоже довозвращает? Да, а тут все возвращают, ну, все что-то возвращают. В кложуре все операции что-нибудь довозвращают. Ну, на самом деле, я думаю, что вы на все это посмотрели и сказали, что, ну, какие-то фиговые фьючеры и промисы, потому что они блокируют трэд. И никакого способа не блокировать трэд нет. Ну, я согласен, что это плохо, мне тоже не нравится, но для кложура есть всякие библиотеки, которые это умеют делать. Вот. И, собственно, мы сейчас на какую-нибудь из них полюбуемся. Вот. Собственно, Composable Futures, но вроде как наиболее актуальный из этих лип, которые здесь есть, это вот называется вот как-то так. У нее целых 163 звезды на гитхабе. Ха-ха-ха. Звезды на гитхабе. Ну, не знаю, мне она все равно в целом понравилась, поэтому я вам про нее, поэтому буду рассказывать про нормальные фьючеры на ее примере. Вот у нее такая документация. Да, и тут наступает такой интересный момент, что нам надо научиться подключать библиотеки к нашим клажуровским проектам. Вот. Ну, в принципе, можете, конечно, скачать, но в клажуре есть свои системы сборки, в частности, я вот предпочитаю этот Ленинген. Так что, если вы там... А? А? А на экземпляре на библиотеки киперюши? Да, да, да. Ну, сейчас, на самом деле, практически всех языков программирования есть какие-то системы сборки, которые умеют скачать библиотеки. У плюсов, ну да, у плюсов что-то плохо, но для них тоже есть какие-то тузы. Там, какой-то этот Конан, что-то такое. В общем, есть какие-то тузы, которые это умеют делать, но, не знаю, вы же на питоне что-то ходили? Конечно. Ну, питон, пипы, эги и тому подобное. Ну, то же самое, вы там описали, что у меня тут и тут. Вот, для клажура есть ленинген. Так что, если вы еще не поставили себе клажуру, вот, можете поставить себе такой вот тузу вот с таким высадным дядькой. Вот. Устанавливается довольно просто, вы просто качаете из интернета. Из интернета какой-то скрипт и запускаете у вас программные суперпользователи на своих компьютерах. Как-то так. Вот. У меня это все уже скачено и если вы используете этот курсив как IDE, то вы можете запилить такую штуковину уже из, соответственно, IDE. Вот. Выбираете как тип ленинген. У него там есть какие-то темплейты. Я, правда, не знаю никаких хороших темплейтов, поэтому просто нажмем Next. Вот нам создался проектик с этим ленингеном сгенерированный. Вот. Ну, это какой-то, короче, тупой, простой проект на коллажуре. Он умеет писать какой-то Hello World, что-то такое. Вот. Но нас сейчас больше интересует вот этот файлик Project LJ. Это, ну, как вы можете заметить, то же написано на коллажуре, но важная особенность этой штуковины в том, что это описание проекта. Тут вы можете написать, как проект собирать, какие у него библиотеки он использует. Ну, например, можем сказать, что коллажур он использует не 1.8, а 1.9. Вот. И если мы хотим еще эти библиотеки использовать, то мы вот можем их сюда вписать. Вот. Надо было нам вот эту штуку писать. Вот мы берем и сюда ее вписываем. Да, по-хорошему, чтобы это все заработало, надо сделать риимпорт. Обычно, правда, сам предлагает. Вот. И у меня они, правда, скачаны, но если они у вас не скачаны, то вот он там в бэкграунде скачает все эти нужные библиотеки. Вот. Дальше, соответственно, вы можете их в своих валиках использовать. Вы можете их использовать и в репле, вот, но можете использовать, соответственно, там импорты у Клажуры имеют весьма своеобразный синтаксис. Вот. Он, мне кажется, больше похож на какую-то магию, нежели на что-то осмысленное. Вот. Но пишется примерно так. Вот. И дальше можете написать, под каким именем вы импортируете данный namespace. Ну, на самом деле, у Клажуры есть очень много способов импорта. Просто этот require это самый вроде как адекватный, понятный. А у них есть еще просто импорт. Но он обычно используется для джавости классов. Есть еще что-то там use какой-то. И все они как-то живут по-разному. Я не знаю, почему так сложилось, что у Клажуры столько способов это сделать. Но, в общем, я рекомендую вам используется require. Он позволяет делать все, что угодно. У него можно импортировать какое-то пространство имен под псевдонимом. Можно импортировать эти самые отдельные функции или прочие объявления с текущего namespace. Можно там даже, по-моему, как-то сделать реферал. Я чуть-то не помню какой у него правильный синтезис. Но не суть. Суть в том, что мы подключили библиотеку и теперь у нас есть более прикольные штуки. Значит, почему promise async? Не async, извините. Promise copy. Тут есть куча всяких функций для создания всяких promise футболистов и работы с ними. Значит, понятие future здесь не используется. Здесь используется только понятие promise. Соответственно, promise из этой славной библиотеки не запускают ни как чего сами по себе в отдельном трейде. Если вы хотите их запустить в отдельном трейде, вы должны сами явно это сделать. Ну, например, запустить их в том же фьючере из стандартной библиотеки стеклажуры. Но зато они умеют делать какой-нибудь композ или что-нибудь такое. То есть, например, если мы возьмем опять нашу функцию. Вот. Собственно, в этот promise мы можем с самого начала передать значение. Если мы передали какое-то значение, то это значит уже этот promise завершенный со значением 2. Можно передать туда какую-то функцию для вычисления. А мы можем по несколько раз. А? Но по этому мы можем несколько раз. У нас уже пробовать скоро от P. Сейчас мы еще раз поедем. А, согласен. Это не очень хорошая баллама. Хотя, я подозреваю, что можем. Но я согласен, что это не очень хорошо. Ну, назовем и по один. Чего нам встать? Вот. Собственно, вы можете туда передать функцию, которая будет использоваться для вычисления этого самого promise. И в эту функцию в качестве параметров передаются функции. Вот. Одна функция для того, чтобы закончить этот promise, а вторая функция для того, чтобы послать туда ошибку. Вот. То есть, это аналог, по сути, dio-деливер, а это аналог типа фейла для promise. Вот. Можем туда... Собственно, давайте напишем еще раз этот мой long computation. Вот. Ну, вот. Можем его здесь запустить. Вот. Мы его здесь запустили. И, соответственно, потом можем где-то... Да, это, кстати, обратите внимание, мы сейчас не в репли запускали, а просто запустили кладжуровский скрипт. То есть, теперь вот у нас впервые за 100 коллекций у нас программу не в репли, а вот в отдельном. Но на самом деле в репли мы это все тоже могли писать. Там есть даже прикольная штука. То есть, если вы заметите, сейчас он будет ее каждый раз перезапускать, поэтому это будет занимать некоторое количество времени. А вы можете взять... Ну, это, в общем, не мгновенно происходит, потому что все-таки там джав машину стартовать, код надо там перекомпилировать. А если вы возьмете и сделаете репл заранее, то есть забавное тулзалу этого репла, загрузить файл в нем. Вот можно даже какой-то хот-кей на это повесить. Я, правда, не помню, это его стандартный хот-кей, я его сам повесил, но тем не менее. Вот, он его, ну, сначала он его немножко долго загружает, вот, а потом он начинает как бы делать это довольно быстро. Ну, у нас, правда, двухсекундная пауза, но тем не менее. Если мы берем ее, давай. Собственно, ну, практически мгновенно перезапускает ваш код, ну, что, в принципе, часто довольно удобно. Ну, у него переменные. Типа, сохраняются, сохраняются у него переменные? Надо, если ставить спешку, устраняется, то есть, когда он в один вызовет, он будет в один, в один, Прямо, после того, файла выполнала, очищаясь. Да вроде бы не должен, наверное. Нет? Не очищает. Вот. Значит, лонг компьютерный мы, правда, сделали, а результат мы так и не запросили. То есть, чтобы положить результат в этот промис, мы должны сделать, вызвать эту функцию resolve, передать мне этот результат. Вот. Соответственно, получение значения, да, происходит через тот же самый dereference, то есть, вот через эту собачку. Значит, на этот промис можно подписываться. Ну, то есть, не только ожидать его значения путем блокирования текущего треда, а еще, ну, типа так сказать, ну, вешать какие-нибудь колбейки. Например, там есть, собственно, две функции для этого. Одна функция называется Zen. Вот. Собственно, вы даете P1, и можете здесь приграть какую-нибудь лямбдочку. вот как-то так. Да, эта штука возвращает, опять же, свой промис. То есть, если вам нужно получить гарантию, что у вас выполнился и этот промис, и его callback, вы можете вот этот результат тоже присвоить какой-нибудь переменной. ну, допускать, я подниму вас. Ну, P2 у нас, правда, равен 0, потому что принтован возвращает 0, но, тем не менее. А, просто вопрос. Да. У нас в промисе есть функция result.fm, да? Да. файл сейчас никогда не вызвается. Файл мог бы вызваться, если мы в ходе нашей функции выяснили, что, ну, короче, это мы вызываем. Это просто параметры функции. То есть, на самом деле, это все работает аналогично тому, что мы делали деливер для промиса явно. Вот. Просто такой синтаксис, он, ну, скажем так, в большей степени приглуждает вас к тому, чтобы вы не забыли заделиверить что-нибудь в промис. А суть совершенно не меняется. Ну, он просто такой более, ну, локальный, что ли. До этого, когда мы писали там P, может, открыть его? А, ладно, ведь всем репл, там был я, и все стер. Вот. Когда мы просто писали обычный промис, мы потом для него вызывали функцию деливер. Где-то, в отдельном трейде, черт знает где. Это сразу не видно. А здесь, когда у нас есть специальная функция, которая, собственно, делает вот этот колбак, сразу видно, кто этот промис будет завершать. А в промис передавать тоже можно? А? Передавать значение можно в промис если что-то локальный. Вот в этот, вот из этой либо? Ну, чтобы не один, два, а I, B, именно в промис когда я один, два, уже складываю. Я не понял. Потом передавать значение. То есть, чтобы у нас не один, два стояли, а переменные, не константные, а переменные значения. Здесь? Да. А, ну, конечно. Мы вообще можем этот промис возвращать из функции на время. Разумеется, да, конечно. Ну, на самом деле, это даже это немножечко странно забивать здесь какие-то значения. По-хорошему, конечно, мы могли сделать, не знаю, ну, самое банальное, что мы могли сделать, это сделать лет какой-нибудь. X, 1, Y, 2, здесь использовать X, Y. Ну, как-то, конечно. Так, да, вы, кстати, не знаю, услышали вы эту мысль или не услышали, но этот промис не выполняется в отдельном потоке сейчас. То есть, если мы, вот, да, вот мы здесь ожидаем результаты, то есть, если мы вот здесь напишем какой-нибудь println, то все эти три println сработают практически одновременно, потому что вот этот long computation выполняется в этом же самом потоке. Вот он создал этот промис, запустил этот промис, запустил эту функцию и, собственно, запустил здесь этот long computation. Если мы хотим, чтобы это происходило как-то асинхронно, то мы должны здесь создавать отдельный поток, там использовать экзекьюторы, ну или самое банальное использовать обычные фьючеры. Тогда, видите, вот I'm here вызвался с самого начала, а остальные вызвались потом. Понятна эта мысль? Что промисы из вот этой библиотеки, ну, собственно, как и обычные промисы из стандартного для сети экважора, они сами по себе с потоками ничего не делают. Если вы хотите что-то делать с потоками, вы должны сделать это ручкой. Так, ну, собственно, дальше интересная задача. Окей, вот у нас есть такие прекрасные тулзы. Вот. И мы хотим, например, не знаю, посчитать два таких, вот как мы там делали недавно с фьючерами, да, мы там запустили три long computation параллельные, потом получили результат. Окей, но для этого мы заплатировали трэд, потому что мы использовали дереференс, который блокирует трэд. Теперь у нас есть промисы, которые умеют не блокировать трэд. Можем ли мы как-то вот сделать вот эту нашу самую? Ну, то есть, что-то придумать так, чтобы у нас мы запустили три промиса, они у нас как бы три штуки параллельно как-то выполняются, и потом мы получили в результате какой-то новый промис, который ну, содержит, например, сумму всех трех, но при этом никакие трэды мы не блокировали. Ну, может быть, там заплатировали трэд в самом конце, когда хотим получить результат от резутирующего промиса. Задача понятна? Можем, кстати, для простоты это даже в какую-нибудь функцию превратить. Вот, наверное, вот так мы возьмем. Протива по функции. Вот, теперь я хочу сделать сантиметр, можно отдавать без лето. Вот, и хочу получить еще еще один промис, не знаю, P. ну, который будет результатом вот этих двух промисов. Ну, что, нам достаточно знаний, которые мы только что получили для того, чтобы решить эту задачу, чтобы получить новый промис, который будет результатом вот этих двух. А результатом это сумма? Ну, да. Ну, просто плюс самому поверить самому это заблокирует. Сделает нам не промис, а просто заблокирует вычисления до тех пор, пока эти промисы не выполнятся. не заблокирует. Не заблокируем, мы подозреваем, что он сам по себе будет промисом. Но он же все равно будет 4 секунды висит, Он все равно 4 секунды будет висит, пока это посчитается. Почему? Вот мы здесь создали вот эти промисы, вот они у нас запустились сегодня в отдельных потоках и вот они уже пошли вычисляться. То есть за 2 секунды мы должны получить значение? Да, за 2 секунды мы должны получить значение по самому. Ну давайте создадим еще один промис. В чем будет future? Мы выяснили еще одну вещь, что если мы можем сделать callback, то есть мы можем вызвать какое-то событие в тот момент, когда future завершится. Вот. То есть вот такую штуку мы можем сделать. Она не блокирующая, она прекрасная, шикарная. Никого не ломает. Вот. А теперь нам надо сделать такое же вот только из двух. Нам нужно получить результат в тот момент, когда у вас будет их два. Нам надо подписаться сразу, нам нужен callback, который подпишется сразу на два промис. Нельзя ли сцент, потом еще два секунды? Можно, почему нет? Что пишем? Здесь? Ну да. Поехали сцент, потом там подпишем. пока мы не умеем линей, мы умеем только вот делать callback. Вот на раз P1 мы можем у него повесить какой-нибудь callback. Вот. здесь можно выполнить какой-нибудь код, который выполнится тогда, когда P1 будет завершен. Чего сделать? к резолку превратить резолт 1. То есть, когда резолт то есть, когда вы будете подпишем P1 Да. Ну, можно, но пока мы получили результат только из P1. У нас, по сути дела, P1 сейчас эквивалент на P1. Ну да. Ну и надо еще бездет такой же P2 но резолт у нас один. Ну а нельзя складывать значения. нам даже по факту значения цифров не вращения. Да. Собаку мы не можем использовать. Собака заблокирует нам тренд. Поэтому нам надо выкрутиться без собаки. Мы можем на одно событие подписались. Нам надо еще на второе событие подписаться, видимо. Но надо понять как бы нам так подписаться, чтобы в результате у нас были оба результата. Да, разумеется, если фьючер уже выполнился, в тот момент, когда вы на него подписались, подписка все равно, то есть ваш колбек все равно выполнится. То есть вам не обязательно подписываться до него до того, как все посчиталось. Вы можете уже на завершившийся промес подписаться и, разумеется, все ваши колбеки будут выполнены. после подписаться на P2 принят RISOL, а потом еще раз подписаться на P2 и принят RISOL. А где подписаться на P2? Ну, вообще, извините. Такого бы не поэзим не делаем подписаться на RISOL. Можно. Ну, вот, мы получаем значение, которое посчиталось, и так же у нас имеется значение проагент. Что такое? Так? Похоже на то, что он мады? Ну, извините, это лисп, тут много скобочек. Да, тут можно, тут, в общем-то, даже, наверное, нужно использовать собачку. Ну, что, похоже это на то, что мы хотели? Да, это для этого есть работа или работа? Да. Ну, вот, да, вот так вот можно их базировать. Да, разумеется, есть уже некоторые стандартные технологии, которые позволяют делать то же самое. Вот, то есть можно было бы этот же по сам. Да, коммент в положиве это тоже функция. Да. Почему нет? Нет, там, на самом деле, есть еще такие вот комменты. Но есть еще функция комменты. Иногда она удобнее, потому что она, ну, она как бы не построчная, она блок выделяет. Ну, и потом из нее потом можно удобно копипастить какие-нибудь фрагменты кода, если не вам вдруг понадобится. Так о чем это я? Вот. О том, что в этой самой кложуре, кроме функции map, есть еще mapcat. помните flat map из чего-нибудь? Ну, короче говоря, что такое map, да? Понимаете? Кстати, map и zen для промисов это одно и то же, только они различаются порядком параметров. Вот. map это значит, что каждому элементу контейнера мы применяем некоторую операцию и получаем такой же контейнер, но уже от результата этой операции. Мы это делали со списками, да? Был делал. И так далее. То же самое можно делать с промисами. То есть мы применяем некоторую операцию в промисе и получаем новый промис, который результат от этой операции. Собственно, если вы слышали слово монады от всех этих наших скейлистов, то вот это вот свойство монады. Вот. Вот это вот оно. То есть и список, и промис являются монадой. Потому что для них определима вот эта операция мэпа, которая позволяет вам соединять монады... Ну, то есть, короче, переходить от монады к одной монаде при помощи некоторого преобразования. Вот. Собственно, map позволяет вам из одного промиса прийти в другой промис с помощью некоторой функции. Собственно, map для списков позволяет вам из одного списка прийти в другой список при помощи, опять же, некоторые функции. Вот. И для всех этих... То есть, кроме мэпа, есть еще преобразование. Называется mapCAD. Ну, в других языках программирования используйте часто flatMap. в клас-жуге используется mapCAD. Вот. Оно отличается от мэпа тем, что функция, которую вы туда передаете, оно само по себе возвращает эту самую монаду. То есть, либо список, либо промис. Например, flatMap для списков позволит вам из одного мэпа возвращать несколько значений. Вот. Он просто их результирующий склеит. Вот. MapCAD, ну, flatMap или mapCAD для промисов позволит вам в результате получить промис, который хранит значение, как бы, из этих двух элементов. То есть, ну, вот, например, эту же задачу мы могли решить через mapCAD. То есть, если бы мы сюда передали какую-то функцию. Ну, например, если это будет для P1, то это было вот так вот. А сама эта функция имеет право тоже вернуть промис. Соответственно, если бы у нас был... Здесь мы можем использовать обычный map. Нет, result2. Сделать здесь плюс. Result1. Result2. Ну и, соответственно, P2. Как-то так. Мы взяли и к P1 применили некоторое определение. Преобразование. Ну, аналогичное map. Но это преобразование само по себе возвращает промис. Вот. Этот промис мы получили путем применения другого преобразования, а именно сложения результата 1 и 2, к второму промису. Фишка в том, что вот когда мы запустили это преобразование, у нас уже как бы есть результат первого промиса. Поэтому мы можем его использовать в этом преобразовании. Таким образом, мы должны получить, собственно, наш исходный результат. Так. Окей. Если бы у нас здесь был бы map. Все. Был бы проще. Если бы у нас тут была обычная функция map. Без mapCAD. Ну да. Понятно бы, что здесь происходило? А если бы дзен? Ну да. Окей. Ну да. Ну, смотрите. Мы хотим... То есть мы... Что мы сделали вот здесь? Мы взяли... В одном дзене подписались на другой дзен. Так ведь? Здесь мы, по сути дела, сделали то же самое. Мы в одном дзене подписались на другой дзен. Так ведь? Но только вместо резолва мы использовали просто искомые промисы. Но проблема... То есть вот эта функция, да, она же нам тоже возвращает промис. Вот. Но... Вот эта самая функция map. И получается, что у нас два промиса... То есть у нас вот эта функция возвращает промис. И мы к ней преобразовываем преобразование, которое тоже возвращает промис. Таким образом мы получили промис в промисе. А? Я знаю. Это понятная мысль? Угу. Вот. То есть, в принципе, на самом деле, если мы сейчас делаем deref от deref, я думаю, что мы даже получим результат. Надо попробовать. Deref. Deref. Вот по самому. Дальше. 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 Сюда. Вон. А map cut отличается от обычного мэпа тем, что он, по сути дела, разворачивает один уровень вот этой ложности. У нас теперь не промис в промисе, а у нас как бы один промис. то есть заменив map на mapcat мы просто добились того, что при складывании вот этих промисов он на один уровень срежет а еще этот map на mapcat заменить нельзя? ну чтобы он из чего заселился? не, в любом случае он должен вернуть промис мы не сможем этот map заменить на mapcat потому что эта функция не возвращает нам промис она возвращает нам конкретное значение ну собственно как так это работает, я не знаю какой вам подход больше нравится, такой или такой? ну скорее нет первый более понятный, да? вот, ну я согласен что выглядит это, ну мягко говоря не очень собственно, чтобы немножечко упростить такую жизнь, чтобы это все не выглядело так уж страшно разработчики вот этой самой библиотечки запилили прикольную штуку под названием OLED вы можете ну, что такое LED вы уже заметили? я использовал сегодня LED, нет? а, использовал немножко ну вы помните, да, что такое LED? это объявление локальных переменных вот а можно, в принципе, то же самое сделать только объявлять локальные переменные в виде промисов то есть, OLED это такая штука, которая умеет ждать выполнения промисов как бы типа, как бы, асинхронно то есть, если вы здесь напишите P1 и P2 то в результате вы можете просто написать R1 и R2 вот, единственное, что, да, там есть небольшой нюанс в том, что ну, чтобы показать, что эта штука все-таки промис там вот надо вот обернуть вот в такую конструкцию P-Await ну, то есть вы, вроде как, пишете как будто бы здесь написали дерев да, как будто вы деревьев видите промис но, на самом деле, вместо дерева написали Await Await, в отличие от дерева, не блокирует поток вот, и Await можно писать исключительно внутри Олета потому что Олет это волшебный макрос ой, наверное, я не хочу читать, что здесь написано но там много всякой интересной магии короче говоря, Олет это специальный макрос, который вот это выражение развернет во что-то похожее на вот это но, мне кажется, что в таком виде это выглядит гораздо более человек читает вот собственно, да, основное достижение вот этих композируемых промисов в том, что можно их вот так вот записывать и так вот с ними работать объявили промис потом где-то его завейтили внутри специальных блоков вот если кто-нибудь на кого-нибудь в C-Sharp'е программировал там есть этот Async Await в JavaScript Zero там тоже есть Async Await вот это тоже такая как бы магия но в C-Sharp это сделано на уровне компилятора а в Closure можно написать макрос, который, собственно, весь ваш код, написанный в стиле Async Await развернет в какую-нибудь вот такую страшную мапу с мапами и мапами вот там, кстати, есть более полноценный аналог Async Await собственно, да, там нужно, правда, другое еще один Game Space подключить вот вот и все то же самое можно было бы вот вот возможно это вот косяк репло потому что видимо не может перезапустить нет не репло косяк возможно нам нужен плажур core i-sync еще из компании что такое в коре вообще нету там есть еще отдельная либо вот под названием кложу core i-sync она она не входит в стандартную библиотеку ее надо ставить отдельно по нее мы тоже поговорим ну да заработал короче говоря да если там еще подключить некоторое количество всякой экспериментальной магии да подключить promise i-sync и подключить еще одну либо которая для этого нужна названием кложуру core i-sync то можно писать вообще вот так вот вы берете блока синг вот внутри опять же просто вместо де референса используйте away и пишите как будто бы использовали де референс соответственно это синг это тоже магический матрос который силам это хитрый образом развернет во что-то похожее вот на вот это и вы получите опять же promise но внутри вы можете писать как будто бы вы пишете блокирующий код и ожидаете ну ожидаете трэда но на самом деле гитрэд заблокированы не будет вот такая вот эта магия так что я вам конечно хотел предложить я вам хотел предложить задачка я правда не знаю может вы там хотите отдыхать вы так уже я вас так уже загрузил отдыхать будем так задачку решать будем или пойдем дальше дальше более интересная тема на тема промисов ну я тоже думаю черный тоже мне очень хочется зато у меня есть прикольная следующая тема это про channel так ну чё с помесь мы до примерно разобрались где они вам могут пригодиться в жизни вы себе представляете теперь как каждый теперь все программы за через пробить сейчас что начать можно Но нам нужно, чтобы он был неблокирующий, когда мы его читаем и пишем, это, конечно, да. Ну, то есть, а что именно выручать этого? Ну, вот эти галочки, когда надо бросать или не бросать, например, как врачи, врачи. Сейчас. Ну, галочки, когда в этот слайд было, когда это сообщили, доставали на врачи, и вот галочки, если что-то учесть, можно? Ну, то есть, я на врачи, типа, я в своем участике отправил сообщение, и мне там через какой-то рюкз, какой-то пропис. Ну да, тоже прописалось. Да, все распоряжалось. Ну, да, можно. Хотя это... ну, немножечко странно. А как это сделать? Нет, ну, то есть, я думаю, что это только работать через обычных событий. Типа, вся, прислал сообщение, что такое сообщение начиналось, и его понятия... Ну, Промнис, это практически тоже согласен. Ну, она уже тоже какая-то. Пока что президент, я не могу проверять, Промнис. Да, но... Промнис, просто. Ну, то есть, важно, что Промнис, это тот, когда, ну, что этот ролик будет заполнить, а не включить. И Промнис, это как-то, ну, и Промнис, это для вас некоторые, ну, простые результаты, которые вы успеете. Ну, как видите, что три вопроса, да, вот если вы там управляете, там, а вы наложите свой какой-то картинку. Вы просто, например, да, вы саму систему картинку и пытаете ее показать. Тот же браузер. А? Тот же браузер. Ну, Степан, да. Ну, можно обратить вопрос, просто не считать, как вся страница превысится. Да. Ну, он тоже должен. Да. Может, пока картинка не заполнить заполнить заполнить, но пока картинка не заполнить заполнить, как будут крутящиеся участия части. Вот, когда картинка заполнить, все ее выручить. Вот, да, вот. То есть, личная задача. Вот. В случае событий, если честно, не так, это лично, потому что в основном, в особенности вот этих формы сфериша в том, что они высылают только одно значение. То есть, может быть, по потоку посадков. Прямо. То есть, в специальном чате, в котором люди постоянно что-то включили, не очень удобно. Ну, обычно, потому что у вас постоянно такой посадков. Вот, и для этого, как бы, есть другие средства в целом, которые работают через поток и посадков. Ну, это то, что вы там вчера обсуждали, да, про сетевая программа. Например, когда вот здесь забытили фронт, в котором просто мы пришли какие-то байды. Он их показал. Мы пришли заголовки A6B. И он, как оборудовался, заголовки A6B. Мы пришли там какие-нибудь кусочки. Ну, заказали. Сколько их кусочков, неизвестно заранее. Поэтому промысел для этого не очень отличная штука. Но здесь, соответственно, очереди и ченнелы в случае скважуры. Так, значит, ну, для начала... Для начала... Вы помните про пример с продюсером и консюмером про многопоточность? Помните, у вас там был какой-то пример, мы на нём что-то там... Notify Await, что ли, изучали, что-то такое. Был дело? Это было на первом курсе или нет? Нет, это было на этом курсе, на первом предмете. Мы там в темах про многопоточность. У нас была задача продюсера и консюмера. И мы изучали по такой понятию, как мониторы. По-моему, есть раз какие-то единственные и раз кое-как. Типа консюмер это монитор, который сидит? Нет, монитор это ресурс. То есть, там есть разделяемый ресурс. Один в него пишет, а другой читает. И если ресурса нет, то второй ждёт, пока первый этот ресурс положит. В общем случае, их может быть много. Давайте мы тогда в рамках воспоминаний, ну, и немножечко такого упрощённого воспоминания просто воспроизведём это на клажурке. Собственно, задача была... Ну, мы там использовали... Просто, да, мы использовали мониторы. Там, wait, notify и тому подобное. Вот, а потом я там как-то сказал, что на самом деле в Java есть встроенный blocking queue, который можно для этого использовать. Так что, вот, можем сейчас как раз и решить задачу консюмера, потребителя, ну, через blocking queue. Джаузскую чисто. Вот и старый blocking queue. И по-хорошему надо задать размер. Вот, ну что, сможем написать две, не знаю, функции, которые одна пишет, а другая читает? Ну, в отдельном тренде, разумеется. Ну да, создать два тренда, которые один будет писать, другой читать. Можем так сделать? Что надо делать? Так, а вы будете читать и писать куда? В queue. Ну, задача, потребитель-поставщик. Один чувак пишет в очереди, другой печатает на экран то, чего первый записал. Ну, то есть, надо ждать пока там что-то пишет, потом читать? Да. В общем, очень распространенная задача во всяких распределенных системах. Вам идут заказы, а вы их распределяете между какими-нибудь исполнителями на телефонной линии. Соответственно, у нас ждет поток. Ну, давайте ждем поток. Так, так, создаем поток. Там еще какие-нибудь перемены. А, у них тоже вопросы сделать, как мы делали раньше, через промиссы. А че нам промиссы? Они нам тут каким образом не помогут? Да. Да. Не, вообще, мы забиваем сейчас на блокирующие, не блокирующие. У нас блокирующая очередь, поэтому у нас смогут быть блокирующие операции. Можем писать тупо на новой джаве, просто, не знаю, 2000. А что мы писаем? Мы поток, который пишут в очередь, не знаю, в бесконечном цикле, пишут в очередь какие-нибудь значения. Ну, или не в очень бесконечном цикле, там, не знаю, 10 чисел пишут. Да, давайте цикл. Цикл, как мы, как будем писать циклы? В клажире не очень с циклом for. То есть, он, конечно, там есть, но это не совсем то, что вы хотите. Может быть, вам понадобится, сойдет какой-нибудь дусек. Вот что-то такое, может быть. Я не помню, правда, он пишет так или не так. Но мы можем запустить и проверить. Ну, похоже, что это делает что-то такое. Да, нам надо что-то в кьюи затолкать. Да. Нам надо что-то в кьюи затолкать. Вот она она. Ага. Все, окей. Вот мне теперь этот put. Сойдет нам этот put. И какое-нибудь значение, я не знаю. Что, x? У вас так и будем? Или как-нибудь его... Да. Да. Да что, это один put. Что, мы его еще стартовать хотим, да? Помните такой прикол? А? Да. Но, мне кажется, что, может быть, так лучше считать, чтобы функцию в тред и в старт. Ну, как-то более лаконичной, чем старт, тред, функция. Хотя, не знаю. Но я люблю эту штуку. Если я тебе напоминаю, сначала тред, потом в русском. Какой привычный. Да. Но тред от функции, как всего этому старт. Ну, можно сделать... Так тоже можно. Да, потому что она вообще шикарная. Да? Да. Так, совсем хорошо. Ну, окей. Вы работали? Да, конечно. Ну, молодой. Так. А мы можем, просто так как мы будем делать, вы... Что? Нам нужно еще один поток, который будет просто читать. И нам нужно просто после того, как будут сделаны, вызвать другой поток, который читает систему. Нет, мы просто запускаем еще один поток, который будет читать. Поскольку метод, что-то там, take или я не помню, как это называется для этих Q. Он блокирующий. Пока этот поток ничего не положит в Q. Тот, который читает, будет спать. Да, ну, окей. Тогда просто с ним что-то как только он читает. Значит, а как будем читать? Да. Соответственно, take Q вне и все. Просто я... А вот take снимает или просто читает? Ну, снимает видимо. Retreats and remorse. Что? Писать будем то, чего мы сняли? Как цикл будем делать? Да. Цикл по нему разу будем делать. Цикл чего? Ну, нам что циклы надо делать? Ну, кстати, вроде как можно. Это... А? А? Ну, у него есть операция вот этот самый take. Вот этот take. Он блокирующий. То есть, если в Q нет ничего... А? Ну, он не будет. Дальше подчеркнет. Пока будет ничего взято. Да. То есть, пока в этой подчеркнете пусто, он, соответственно, здесь вот на этом этапе спит. Угу. Смешно. Здесь мне не изменяет память. Так ведь? Wait и вне сосреди. Антиоэлемент become available. Ну что, поехали? Где мой apple? Ну, как-то так. То есть, я сделал... Я сделал один. Будет работать? Что-то не решается. А почему он не пишет? А, что-то не положил, но мы его не просили. Но мы можем попросить, в принципе. Нам не жалко. Типа, чтобы понять, что это такое. Как это вообще? Да. Так. 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 Ну, чё? Чё я забыл? Валтампера. А? А? Валтампера. А? Согласен. Это есть один, а есть и десять. Ну, вот она как-то так. Можно заметить некоторую разницу в режиме их работы, в зависимости от размера очереди. Ну, понятно, почему, да, так получилось? А? Все понимают, что происходит, да? Вот. Но, в общем, на самом деле, да. Таким способом очень много таких задач во всех этих распределенных системах можно решать. То есть можно там ждать сообщений от людей. Можно, кстати, сделать несколько потоков, которые пишут, а один, который читает, например. Или наоборот. Да? Все понимают, что это будет вообще без проблем работать. Там, здесь x, здесь y. И ничто, тут вообще ничего особо. И x, и y, и все. Все по делах. Ну, это, в общем, действительно очень удобный способ работы, когда у вас там один, то есть один потребитель, множество поставщиков, множество поставщиков, множество потребителей. И они там все долго дают задачки от них, там решают. Когда решили что-нибудь еще кому-нибудь сообщают или не сообщают. И вообще многие информационные системы вообще можно построить вот тупо вот на таких штук. Единственное, что, ну, да, нас, наверное, не устраивает то, что у нас есть этих штук, есть вот таких вот процессов, которые что-то там делают, будет слишком много, то мы запаримся диспетчеризировать тренды. Согласны со мной? Вот. Поэтому хочется что-то придумать так, чтобы получить примерно то же самое, но только без непосредственных трендов. Вот. И к лажуре есть что предложить на эту тему. Это так называемые каналы. Каналы – это те же самые ограниченные по размеру очереди, но только они асинхронные. Вот. То есть у вас вместо блокирующей операции у этих put-ов и take-ов будет callback. Я не знаю, ставить этот код. Ладно, давайте пока. Сейчас покажу. Ну, вот так. Что-то типа того. Вот. Создаются они при помощи параметра, при помощи функции chan из, собственно, вот этой самой клажура async, которую я сейчас не подключил, core async. Чего? 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 Не знаю. А. А-чан. А-чан, да. Б-чан, А-чан. Ну, как-то так, да. Вот. Можно задать ему размер буфера, вот как мы задавали здесь, так и здесь можно задать какой-нибудь размер буфера. Вот. Дальше, собственно, как нам, как это все будет работать. Значит, вот мы можем видеть функцию producer. Ну и которая будет там, которая может что-нибудь класть в этот chan. Вот. Для того, чтобы положить что-нибудь в chan, есть специальная функция put. вот, которая асинхронно добавляет элементы в данную очередь. Вот. И у нее есть параметр, это fn1, это callback. То есть, в тот момент, когда элемент успешно добавился, она вместо того, чтобы разблокировать ваш thread, как это делала ее подруга, вот это вот. Она вызовет вам callback. Понятная идея? Ну, на самом деле, это очень часто такая атернатива. Если у вас... То есть, у вас атернатива либо залатировать thread, либо передать callback. Соответственно, либо вы ждете, пока результат выполнится вот прямо здесь и сейчас, либо вы говорите, а что надо сделать после того, как операция выполнится. Вот. Собственно, вот эти chan работают по второму принципу сказать, что сделать после того, как операция выполнится. Окей. Если мы пишем функцию producer, что она должна делать после того, как операция выполнится? Ну, то есть, сюда она положила какое-то значение, а дальше она должна в некоторую функцию... Ну, собственно, она должна положить следующее значение, да? Правильно я говорю? Да. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Сможем написать такую функцию, которая вот... Ну, понятно, что здесь будет до бесконечности. Ну, что? Что пишем? Как нам это сделать так, чтобы это... Чтобы вам не писать бесконечную цепочку? Как же резкий штук, который может сложить бесконечный набор данных? Ну, то есть, ну, не очень понятно, чем она поможет-то. Это просто винивая последовательность. Ну, окей. Чего она даст? Мне кажется, нам нужна просто обычная рекурсия. Давайте мы возьмем вот этого продюсера, сделаем его просто курсивной функцией. Вот. Мы положили, а потом вызвали этого же нашего продюсера. Ну, или минус один. Ну, не знаю. Давайте минус один. А когда он будет ноль, мы его остановим. Ну, то есть... Да, вот. А? А, Q, извините. Да, что-то я его C назвал. Да, еще нам нужно какое-то условие выхода из рекурсии. Что-то такое. Сойдет? Так вот он. Мы можем, если вам это больше нравится. Ха-ха-ха. Но... Мне кажется, что DEC все-таки более понятно. У тебя и консюмера сможем написать аналогично? А? Как насчет того, чтобы написать консюмер аналогичного? Они используют такой же... Да. Вот он. Take. Какая проблема? С Wild 2 проблемы. Мы не можем использовать Wild 2 проблемы. Потому что... Не боятся? Потому что... Тейк сразу же возвращается. Вы будете бесконечно крутиться в цикле, а кто будет обрабатывать наши хоббики, непонятно. То есть, это уже блок что ли? Да? А? Нам нужно что-то блокирующим? Нет. Теперь мы вот пытаемся сделать все полностью не блокирующим. Так, а тейк, он... Даже если ничего не нашел, он снова... Значит, никто не очень положил, но все равно попробует... Он не будет блокировать, да? Он берет... Синхронно берет? Синхронно берет. То есть, вы передаете ему функцию, и когда это значение будет доступно, он вызовет функцию, которую вы ему передали. Ну, просто обычное чтение через callback. Вот. Здесь у вас есть функция. Которая вызовется тогда, когда значение прочитается. Окей. Дальше что? Ну, если мы создадим поток, значит, получается, что наш консюмер требует целого потока. Это очень жирно. Мы не хотим создавать им потоки. Мы хотим, чтобы они не требовали потока на свои работы. Ну что, а по аналогии, как с продюсером, мы не можем сделать? Мы не можем сделать, чтобы он, если нюх или ничего не... Ну, если не смог, то он в вашу логу поправить опять. Че-нибудь. Синхронно. Что-то такое, да? Ой, наверное. Ну, в клажуре же, типа, все... динамическая типизация но можно написать вот вот равно не очень такой ну окей сейчас запускаем продюсера запустили на продюсер надо передать параметры консюмера запустили он сочетает а почему не считает он же рекурсивный почему я равный нил придет тогда когда очередь станет когда продюсер закроет канал на самом деле сейчас вообще вы никогда не придет потому что продюсер не закрывает поэтому сейчас запустим скорее всего мы повесим вашу программку но он ждет пока он придет нил нил случается здесь канал закроется что значит просто нет ничего ничего не будет этот колбак не вызовется этот колбак вызваться только тогда когда в очереди есть элементы если в очереди нет элементов но все вот он не вызовется и все конечно я это значение прочитаны из очереди но вы то есть вот здесь мы когда мы читали да вот где вот здесь мы читали мы значение из очереди получали прям сразу но смысле не прям сразу мы просто ждали пока он там придет мы просто замораживали этот поток и ждали пока значение придет а здесь мы работаем через колбаки мы говорим возьми из очереди значение и когда она придет вызвали вот эту функцию это тейк ничего не блокирует он сразу завершается поэтому когда мы запустить этого консюмера мы даже еще ничего не положили в продюсер а функция консюмера завершилась потому что тейк не блокирующий вот и все здесь можно конечно но смысле здесь трат слипку сделать но я глагол трат слип сделать не знаю на 200 миллисекунд здесь типа поставить куда ванту да что такое да мы сломали геппо как мне теперь выйти из геппо вообще если я ему еще раз запущу чем будет нет ну давай он смог живучий зараза так вот что понятно где вот такая вот прекрасная штуковина короче асинхронной очереди на самом на их основе вы можете много чего интересного пилить вот и на основе этой концепции вырастает другая прекрасная концепция ну а кто нибудь вас из вас на го охотил или был у нас вот этим товарищ но он куда то пропал да ну ладно я сейчас на го потому что в го есть такая так важная вещь под названием гомусик гомусика как гомусира гомусира а это как гомусира, так и гомусира Все стало же с вами понятно вот они реализуют вот очень похожую какую концепцию вот а концепция на самом деле когда у вас то есть в вашей зависимости или у нас в каких-то планюсовых концепцию тоже можно сделать ещё очень долго Да? Вот. А очередь у нас к этому, ну, очередь у нас тоже может быть, но, вот, а торрадок у нас к этому, ну, больше не используется. Ну, то есть, на самом деле, мы, конечно, могут отправиться не спускать сюда пули, но вы не предупрекляет на торрадок, соответственно, до тех, молодежи, которые спрашивают, ну, можешь сказать, просто, миллионы, сколько хочешь. Ну, как у вас? Как обычная реакция? Ну, это же просто обычная реакция. То есть, конечно, век, вы должны создавать корректно-корректно, и никого не будет корректно. Общаться немного с того, как вы изучили статьи очки. Вот, и, собственно, процепция вот это, такого вот, таких вот действующих реактивных в виде продукционов-консиммеров, которые пишут в автомалы, называется Publication Secumential Process. Ну, короче говоря, общающиеся между собой последующие процессы. Ну, согласны, что это такое? Ну что, например, последовательного процесса? Я понимаю, что последовательного потому, что он такой интенсивный. Но, типа процесса, они, типа, душного, тези. ну вы наверное просили внимание на что концепция с кроллбеками она так немножечко ломает мозг и не сразу еще понятно что происходит так ведь вот а вот вы только что вот я уже стерлся прописи но вот мы когда делали с кроллбеками у нас там тоже было немножко ломали мозг а потом мы взяли какой-то специальный магический матрос типа олед или асинг который нам в сети кроллбеки ну завернул так чтобы был не видно ну вот тоже самое сделаны и для вот этих самых продюсеров и консюнеров так наверное я это тоже за камень да это камень но плагин по суку пилит не в джетбрейнс поэтому я на это влиять никак не могу можно написать чуваку который это делает хотя может конечно писать плагин к плагину но может быть это будет слишком сложно слишком много уровня абстракции вот короче говоря вместо вот этих наших рекрусивных консюмеров и продюсеров мы можем просто создать при помощи специального макроса go создать go routine дальше мы ну типа go к ложур и га рутину к ложур и га рутину ну как то так вот дальше идет просто последовательные операции вот ну например если эта штука у нас писала там да вот где то мы Писали дусек, что-то такое. Был дело? Ну вот, можем отсюда, в принципе, скопипастить. Вот, что-то мы такое делали, но вместо put там есть специальный мартер под названием... Вот. Собственно, вы можете заметить, что эта функция делает замечательную вещь. Она падает, если вы ее вызвали. Потому что она не предназначена для того, чтобы вы ее вызывали. А для того, чтобы макрос go ее нашел и заменил вот на что-то такое. Да. Вот, чтобы он нашел и заменил ее на put. Вот, поэтому сама по себе она бессмысленная. Если вы ее вызовете вне go, он вам скажет, что вы вызвали ее вне go, потому что больше она ничего делать не умеет. Ну что, функция, которая падает. Что такого? Что, никогда не видели функцию, которая падает? Ну, мы же помним, как работают макросы. Макросы принимают на вход код, кусок кода, или его модифицируют. Вот, в частности, макрос go, он находит вызовы вот таких вот функций и превращает их в функции типа put. Типа переопределяет в галочку. Ну, типа того, он ее заменяет. Вот. И таким образом вы коллбека не видите, а работает он и есть. Ну, соответственно, можно аналогично сделать для нашего консильюнера. Вот он, наш консильюнер. Ну, давайте запустим, что это. Что-то куда у нас пошел. Да, сейчас ничего не взял. Может, он вызвал функцию, которая падает? А? Может, он вызвал функцию, которая падает? Ну, он ее не вызвал. Короче, проблема в том, что у меня программа завершалась просто сразу, как бы. Поэтому мы не видели некоторых результатов. Ну, да, все это как бы работает. Вот, то есть, видимо, с WildTroid тоже будет работать. Можно проверить. Нет, не будет. Да, точно. Рекорд, рекорд он нужен. Да. Ну, то есть, теперь вы можете, да, использовать свои привычные циклы. Писать, как писали, не писать всяких этих ужасных коллбеков. Так, наверное, их даже вернул, пожалуй, на место. Писать, как пишут, да, иди. А? Ну, вот так, вот ты. А, когда мы канал сделали поменьше? Вот, в прошлом, да. Ну, они просто пишут. Ну, да, вот этот. Ну, если очень хочется, можно сделать вместо println вот такого, можно сделать здесь. Сатаре. Там просто без получения, ну, принт, а потом уже чисто. Ну, короче говоря, println, он не атомарный. Ну, в смысле, не атомарный по отношению ко всем своим аргументам. Если вы все-таки преобразуете их в строки и будете вводить как одну строку, то такой ерунды не будет. Понятная идея? Вот. Вот такая вот очень забавная штука. Ну, что, нравится вам такой способ написания? Вот, и чтобы было совсем красиво, есть, кстати, еще рекомендация импортировать эти штуки в явном виде. То есть, если мы хотим чем-то... Вот эти символы импортировать, да? Вот, если мы это импортируем в явном виде. Ну, то можно будет вообще писать без этой a, потому что a в слэш больше-меньше выглядит как-то совсем жутко. Ну, вот как-то так. Да, на самом деле, конечно, каналы по-хорошему роду в конце закрывать. Вот, и если мы таки писали, писали, писали. Да, вот писали, писали, писали. И вот тут мы закончили писать. То мы должны закрыть канал. Так. Соответственно, читать мы тоже должны, но только пока значение в канале есть. Поэтому, кстати, да, вот там есть специальные альтернативы этому макросу, который я показывал. Он называется GoLoop. Он почти как цикл loop, но только совмещен с грутины. И, собственно, он и есть луп, положенный в Go. Прикольный макрос, правда, да? Понятный макрос? Ну, а мы еще. Я ничего не вычитываю. Ну, окей. Вот. Ну, вот я, собственно, их приводил. Вот сейчас пример простого макроса. Обязательно, Михалыч, посетительные записи. А? Обязательно, кто-то больше, меньше, посетительные записи нет. Но это... Ну, почему put и take? Ну, потому что put и take – это вызов с callback. А, нет. Почему нельзя было писать put и take, а этот просто бы отобрал у них callback? Нет, ну, в принципе, можно было бы так сделать. Но для того, чтобы явно различать их, где что, придумали разные выражения. Вот. Потому что... Ну, тогда можно было бы очень запутаться. Потому что не всегда можно увидеть, что это вы находитесь в Go. И понять, что этот put и take – это то, что делать. К тому же у put и take есть версии без callback. Если вы там прочитаете документацию... Нет, у него этого. Вот. То у него есть версии без callback. Вот. И он там тоже что-то возвращает. Да, кстати говоря, да, вот теперь у нас вообще все шикарно. У нас вот эта грутина пишет 10 значений, после чего успешно закрывает наш канал. А эта грутина, собственно, тоже она читает, 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 читает значения из очереди. В какой-то момент читает нул. Нул означает, что значения больше нет. Вот. И она тоже завершается. Кстати говоря, кстати говоря, сама вот эта Go-рутина, она тоже является каналом. Поэтому, вот, помните, у меня тут была проблема с... Сейчас мы даже ее, может быть, воспроизведем. Проблема с тем, что я не успевал прочитать значения. Да. Вот. Ее можно тоже, как бы, исправить путем чтения значения из вот этой самой Go-рутины. Там, правда, используется вот этот знак больше только с восклицательным знаком. Но его зато можно использовать не только внутри этих Go-рутин, а можно и вот просто внутри обычной... Если вы используете Go-loop, то, разумеется, вы должны не забыть вызвать рекурт в конце. А то, собственно, никакого цикла не получится. Вот теперь все хорошо, да. Рекурт запускает следующую ретерацию цикла. Ну, в Клажуре нету... Ну, то есть циклы там, конечно, какие-то есть, но правильный способ делать такой цикл, это вот через Go-loop... Ну, в смысле, через Loop-Recur. Вот, без Go. Вот. Собственно, это цикл, которому будет применяться оптимизация хвостовой рекурсии. Вот, и так вот это работает. Мы же, по-моему, изучали цикл, да, где-то там на какой-то лекции. Так, понятно, что происходит? Значит, дальше усложняем всякие задачи. Давайте мы будем работать с несколькими каналами. Так, в общем, если мы немножечко усложним себе задачу и решим, что у нас поставщика два. Один там шлет нам иксы, другой шлет нам иксы. Вот. А потребитель один. Но все еще не так просто. Все еще и сложнее, потому что у каждого поставщика, у потребителя свой канал. И мы хотим читать данные из двух каналов сразу. Понятно, что я хочу? Вот. На самом деле, как вы можете доказаться, так просто сделать, ну, нельзя. Вот, понятно. Как вы можете читать из двух каналов сразу, ну? Ну, может быть, у кого-то у них не читаете из одного? Ага, может быть, сначала у меня там злобово, но поэтому я здесь не знаю, я знаю, какая-то. Ну, вопрос, если мы в нашей текущей организации пока ничего не можем, то вопрос, что если там в один ничего писать не будут, то получится, что мы их читаем из одного, а мы ждем из одного, а в нем у них ничего увеличен. Никогда. Группы, сами поселения, нам тут порядочные поселения помогут. Нам мог бы помочь тейк с коллбэком. Мы могли бы взять два тейка, один сделать из одной, а другой из другой. И мы знаем, что тейки, они не блокирующие. Вот. Потом дождаться результата работы одного. Вот. Ну, в общем, мы могли бы выкрутиться, правда, потом непонятно было бы делать, что с остальным значением, которое мы прочитаем. Но, в общем, текущими средствами это не очень простая операция, но в стандартной библиотеке есть своя ручечка для этих целей. Называется она ALT. А, там есть, собственно, несколько разных вариантов. Есть вот ALT, есть ALT. Ну, в общем, много с этих вариантов. Ну, и если будет интересно, почитайте документацию, ну, или, может быть, с этим какой-нибудь здесь нам еще сегодня пригодится. Ну, вот, собственно, ALT можно... Ой, очень много букв. Короче говоря, вы ему передаете набор каналов, из которых вы хотите читать. Вот. Если из этих каналов пришло какое-то значение, то он вам вернет пару каналов и значения. Ну, можем при RC сделать. Тогда он будет нам еще и канал напишет. Очень понятно, какая нам от этого радость. Но можно. Просто радость. Ну, да, тут не очень хорошо получилось. Мы сделали when.let и передали ему деструктурированный вектор. А when.let выполняется тогда, когда здесь не new. А даже когда r.new, у нас сам вектор-то все-таки не new. Поэтому цикл оказался немножечко бесконечным. Поэтому надо пойти каким-нибудь другим путем. Все-таки... Ну, либо обернуть еще в один let или if. Ну, можно, кстати, так сделать. Может, раздавать let и... When.let. Можно так сделать. Ну, вот, просили C выводить. Вот вывели вам C. Что C? Что не C? C это канал. Я не понял. Да, это адрес объекта в Java. Если вы любой объект, ну, у которого не приопределен Java toString, то он вам напишет имя класса и что-то типа адреса объекта в памяти. Вы не считаете, что это такие цифры? А, в принципе. Ну, в смысле число. Что такое? Вот. Так. Ну, все-таки мне кажется, что без C было бы лучше. Вообще есть... Над ченнелами есть встроенные операции, которые позволяют вам этот альц особо не прибегать. Ну, потому что, видите, тут какие-то... некоторые надо деструктурировать и прочие какие-то непонятные штуки. Ну, можно было, конечно, чувств вызвать, но это так, для собаков. Вот. Есть операции над каналами, которые просто преобразуют каналы в каналы. Можно сделать просто канал C и сказать, что он является... мерджем из других каналов. Да? Да. Ну, вот что-то такое. Понятно, что сделали? Мы объявили канал C как мердж из двух других каналов. Это означает, что все приходящие в этот каналы события, ну, в эти каналы события, можно также прочитать из канала C. Ну, короче, объединение двух каналов. Эти уже люди пользуются? Да. А мне кажется, это уже вообще офигенная штука. Так. С мерджем разобрались. Дальше что я хотел там рассказать? А, я вообще хотел какие-нибудь задачки порешать. А можем написать функцию записи вектора в канал? Вектор в канал? Вектор в канал. Вот у нас есть канал C1. Вот мы тут что-то 0.10 слали. А можем просто туда вектор послать? Ну, какую-нибудь функцию, которая шлет вектор в канал. Ну, давайте, рассказывайте, как. Ну, сначала вектор Ц1. Ну, нет, мы функцию пишем. Вектор у нас уже есть. Ну, мы должны какую-нибудь цифру создать просто, которая будет проходить по вектору, и видим каждое количество. Ну, давайте, что, как тут пишем? Я не могу синтексировать, конечно, Ну, слушайте, как, давайте вон дусек. У нас столько уже интересных синтексов. Дусек. Ну, так же есть, только там. Ну, не вверх, как-то, как-то. Отлично. Ну, что, я не говорю, что это сложная задача. Давайте. Надо просто копировать, пишем, лея, план, все. Что пишем? Все то же самое после дусек, как и в варианте нежных. Вот прям, есть с клоусом. А клоус у нас не в дусете. А, ну, в дусете, а, просто, а в дусете. Так, нет. 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 Не в дусете должно быть. Так. Опять это. А? Запуск, какая. Так. Это сейчас элементы векторов пишем или что вообще? Это нам надо. Это вообще надо. Лет нам вообще нужен. Короче, это не надо. Это тоже не надо. Так, что, ну, скобочек тут поломались. Да, все равно. Очень плохо. Окей, а мы можем сделать так, чтобы эта функция канал возвращала? А? Ну, сейчас мы какую-то глобальную переменную используем. Можем мы вообще эти функции не использовать глобальные перемены? Ну, я бы, скорее, предпочел, если бы функция возвращала канал. Ну, я хочу, чтобы вот эта функция работала не с глобальным каналом C1, а создавала в себе новый канал и возвращала его. Ну, что, кто у нас умеет программировать на клозюре? Или все главные клозюристы сбежали? Устанавливающие. Ну, нам нужно перед письмом создать какая-то, когда у нас Гоус включает. Или может перед Го? Так, а мы что, Клоус у нас из Го выпал с ней? Это он зря сделал. Ну, я бы, наверное, что это было сделало. Ну, я бы, наверное, что это было сделало. Что-то такое, да? Что, заменим? Вот это здесь. Да? Да, здесь. Но они не прикольные. А, все прикольные. И в патчах, когда вы понимали, что они шовчатые? В питоне-то? Ну, да, вроде да. А, ну, там всегда работает вопрос, когда у вас слышать обратно. Ну, да. А тут я тоже делаю через этот. Да? Я тут тоже делаю через обратно, если слышишь. Нет, я ожидал такого, что у вас работает. Типа, он должен работать через комнату-решетка? Ну, да, да. Так, вот, 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 вот. Все окей. Шикарно. Обратную операцию сможем сделать? Что, если есть обратная операция, то я хочу чан-то? Чан-то век. Вот, мы сделали век ту чан, а теперь я хочу чан-то век. Чан-то век. Чан-то век. Создайте, как правило. Да. Нет. Да? Это как-то 20. Это? Да. Это то же самое, что и вот это, только блокирующие, и можно вызывать вне го. Если здесь 100, значит, меньше, если это не было остатки. Да, но-то нам зачем. Не, я не хочу, чтобы это было блокирующим. Хорошо, значит, это будет. Хотя, вообще, да, я согласен, это хороший вопрос. Что если хочу, чтобы она возвращала век, может ли она быть при этом не блокирующей? Наверное, нет. Нет, но она может возвращать канал из одного элемента вектора. А потом, что следующая функция, менять все каналы, которые она берет вектора? Ну, как вариант. Почему бы и нет? Ну, ладно, давайте, как вам больше нравится. Можем сделать блокирующий. Хорошо, что, вот так вот копируем? Что, что мы три пишем? Да, сейчас. А, ну, какой-то, 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 какой-то переменный. Я считаю, какой-то, какой-то, какой-то переменный. Если, например, сверх. Не забываем, что в кладжуре с переменными не очень. Структура данных эммутабельная, а переменных нет. Поэтому, если мы создадим переменный вектор, то заполнить мы его уже не сможем. Да, я думаю. Но мы же можем, конечно, что-нибудь сделать рекрусибленькое. Типа, лет равно, сейчас двигает, так, летит, так, час двигает, летит, так, пока он не дает до конца. Голуб, между прочим, это луп. У него могут быть параметры. Например, можно изначально сделать там V и пустой вектор. Да, собственно, если у вас лук принимает, то рекур тоже обязан принимать Это вызов постовой рекурсии по отношению к голубу Нет, все не мутабельное Но когда вы вызываете рекурсивно саму функцию, это уже будет новый объект То есть, если вы сюда передадите новый вектор, то на следующей итерации он будет вместо V Надо их добавить просто в нему значение V Ну типа того Ну да, наверное Ну и что, а значение будем возвращать? Ну после какого лукса можно просто вывести запуск, если оно будет еще видеть? Ну, после Vennlet будет Нет Вот здесь вот, ну как, он его видит вот исключительно вот до вот этой фигурной скобочки Вот, круглой скобочке Ну, может новый объект назначить переменную, например, если V Так вот, после Vennlet Мы не можем потом ничего, ну то есть, как бы, можем объявить ее вот только здесь, и тогда она будет неизменяемой Как вообще возвращается значение Vennlet Ну, последнее выражение функции, это ее возвращаемое значение Ну, Vennlet Ну, Vennlet Ну, Vennlet Ну, Vennlet И else это, собственно, чего? Сам вектор, да? Что-то такое Ну, да да? еще хотели? так, ладно, еще одна задачка написать функцию, которая будет складывать элементы двух каналов создавать новый канал, в котором элементы будут идти пары, то есть, например, если у меня будет c1 и c2 вот такие вот то, соответственно, новый канал должен возвращать те пары там 0, 10, 1, 11, 2, 12 и так далее, и так далее, и так далее хочу в результате получить новый канал, у которого элементы в пары насоединены давайте, что, с летом создаем канал, да? ну, можно вот так вот написать, чан, тогда можно бы писать просто чан то есть, значит, если я импортнул из осинка чан, то вот да, теперь я могу писать просто чан, да ну чё, чё пишем? чё, все остальные вообще спят? или слишком холодно для того, чтобы думать? или эта клажура в глазах рибит от скобочек, поэтому... может, совместно как-то эти какие-то причины... клажу руку, чтобы улыбается на скобочке... а если бы он на скобку... ну, нам нужно... ас-слэш... как называть его набираться, когда у вас нет знака и... не знаю... чтение из канала... хорошо... надо, конечно, уголуб, какая-то нужно сделать, только... надо уголуб и уголуб сделать уголуб и уголуб? не, ну, в принципе, конечно, можно сделать уголуб и уголуб, но не то чтобы понятно, зачем они не блокирующие, но... ты тут... нас особо не волнуйся как мы возвращаем? просто... при том? нет, мы канал возвращаем вот эту цель мы должны вернуть в результате нашей функции сначала... в общем, идея для того, что... мы сначала проверяем ниво в цель 1 потом глушим в канал потом глушим в цель 2 глушим в канал нет, стоп, мы должны положить в канал пару у нас канал состоит из пары элементов первый из первого вектора, второй из второго ну, вот как мы тут делали, это было нормально? по-моему, нет, только на дополнительные условия там, по-моему, можно писать два условия мне кажется, что это должно работать именно так мне кажется, что вот это должно работать именно так да, но после этого, если у нас нет ни одного из этих ну, каждый так ну, три кул вот хороший вопрос что делать? ну, вот я такая же не могу сейчас проверить ну, а что будем делать? ну, вот в одном из них ниво, во втором не ниво что делать? ну, в данном случае, что может я думаю, что это конец что, если хотя бы в одном ниво, то... Ну, если у вас сначала один канал точно содержится от 0 до 10, а второй канал точно содержится от 0 до 20, ну да, тогда они, конечно, будут иметь... Да, но в этих очередях порядок строго соблюдается, да. Ну и за 200 в одном из них им, то у нас нет смысла продолжать. Да. Значит, даже не нет смысла, а мы не сможем. Да. Ну тогда всё нормально. Пока. Да, ну и через боже. У меня, кстати, пара закончилась. Что? Пара закончилась? Ну, ду при интернете с 1-2 как-то так и то же. Вот перед рекортом, а после... Ну, у вена не должен do, в if нужен do. Ну и чё? А тут чё делаем? А? А? Всё? А? 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 Здесь? Да. Ну, если возвращать c, я бы его здесь возвращал. Ну, мы в цехе пока даже ничего не записали. А? 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 После референции, чтобы делать его складывание? 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 В... В... Возложение, нет. Или положение. Операция положения. Складывание. Нет, это раз chamado, наверное, да. 1? Первое. Таться. Ах, кстати, это так, да? Да, наверное, да. Что-то такое, да? этот чтобы видеть результат тут нет я хочу как бы а zip чан нет я так не вижу результат нам нужно еще чан турект чё это я чё запускаем нет ванлет так не умеет да печалька тогда лет дачу лет такой как все плохо ну ладно давайте загругляться давайте загругляться не вопрос но мы близких победе да я думаю что вы поняли